Здарова, это Шамшурин и в этом видео поговорим, на мой взгляд, опять же, о тех людях, с которыми нельзя дружить, от которых нужно бежать подальше и чтобы сверкали пятки. Первый, самый безобидный пример, когда твой друг женился и перестал с тобой общаться. То есть, либо у него появилась девушка, либо жена, либо что-то такое и все. Да, возможно, что там он будет говорить, что моя женщина, она там, ты знаешь, она против и так далее. То есть, о чем это говорит? Только о двух вещах. Первое, что он каблук и, в принципе, зачем вообще тебе дружить с каблуком? Ну, я считаю, что если ты сам не каблук, то вы все равно разъедетесь где-то в ваших мнениях. Второе, это говорит о том, что твоя дружба с ним, дружба, его дружба с тобой, она никогда не была таковой, не была для него ценной, потому что он готов ради того, что его женщина там подмяла его под каблук, взяла в плен, там что-то ему говорит, что делать, что делать, он ради этого готов пожертвовать временем, проведенным с тобой. Это абсолютная, на мой взгляд, тупость и показатель того, насколько, в принципе, вы с ним дружили. У каждого человека в твоей жизни должно быть свое место, это очевидно. Мама, папа, бабушка, сестра, брат, друг и так далее, коллега и все прочее. Вот. И только женщины, они только делают так, что они начинают влезать в рамки мужчин и говорить, что вот не дружи, не общайся с другом. А иногда даже, кстати, женщины, я на консультациях наслушался такого, что они говорят, я против, чтобы ты общался со своей мамой. Как тебе в голову вообще тупая овца пришло сказать такое своему мужику. Но, как всегда, да-да-да, виноват в этом, конечно же, мужчина или ты, если ты здесь себя узнаешь. От того, что в мире есть тупые люди, абсолютно немыслящие и так далее, и ты ведешься на их какие-то пожелания или условия, виноват в этом только ты сам. И странно, когда я заговорил про роли, да, то есть почему-то твоя сестра же не говорит тебе, слушай, вот у тебя есть сестра, зачем тебе друг этот? Не общайся с другом, общайся со мной. Или мама тебе говорит, слушай, сынок, вот у тебя есть мама. Не надо дружить с этим Петькой, Васькой, Сашкой. Ну зачем? У тебя же есть я, у тебя есть мама. Еще раз, этот пример самый безобидный, потому что, кроме того, пожалуй, что он показывает, что вашей дружбы никогда и не было с его стороны точно, ничего такого безобидного больше в нем нет, просто он открывает тебе глаза. Но с такими людьми, с таким типом людей, я бы сам прекращал всяческое общение, всяческую дружбу. Второй пример. Когда твой так называемый друг пользуется тобой, то есть если, как это проверить? Не для некоторых людей это еще, кстати, не очевидно. Проверить очень просто. Если все вертится только вокруг твоего друга, то есть вы делаете то, что он хочет, вы едете туда, куда он хочет, вы делаете, как ему удобно, ну значит он тобой пользуется. Это очевидно, если он не хочет делать ничего для тебя. По своей инициативе, уж не говоря о том, что когда ты его просишь. И как только ты попросил сделать по-твоему, твои просьбы каким-то образом игнорируются. Ну, например, бывают такие примеры, когда вы дружите с человеком, да, то есть у тебя была машина, вы все время на ней катались, потом ты продал машину, сказал ему, что слушай, я продал машину, и что-то как-то он перестал появляться в твоей жизни, как-то его стало гораздо меньше. Очевидно, что никакой дружбы и не было. И многие, кстати, выгораживают своих так называемых друзей, когда говорят, вот мой друг Сашка, он такой продуманный, или там Петька, Васька, такой продуманный, вот он всегда возьмет свое, он только вот так, как ему надо всегда делать. Отлично. Если он это делает в мир, туда, вовне, то есть если он так общается с другими людьми, но с тобой он совершенно другой, и он обязательно учитывает твои интересы, для него важно, чтобы тебе было хорошо и комфортно, то проблем нет. Но если он и с тобой так общается, то выгораживать, ну, это глупо и бесполезно, потому что вопрос времени, когда этот твой так называемый друг продаст тебя с потрохами в своих интересах. Третий пример человека, от которого нужно бежать, который сам не развивается, и тебя еще от этого отговаривает. Потому что, ну, все очень просто, это старо как мир, то есть если ты вдруг добьешься каких-то высот в каких-то определенных жизненных сферах, то он себе же этого просто тебе не простит, себе не простит и так далее. Он будет просто сжирать себя от злости, как это так, я сижу в жопе, а вот ты чего-то добился. Часто такое бывает, что да зачем тебе эта работа, да там тебе будут мозги парить, то есть его вот эти советы начинаются, да зачем тебе там идти знакомиться с женщинами, что ты, не надо там, пойдем лучше пивка попьем и так далее. То есть если среди твоих друзей есть такие товарищи, я считаю, что максимально правильно будет прекратить общение с ними. У меня в свое время тоже были разные компании, там 2-3 компании сменились за жизнь. И с этими людьми, из тех компаний я уже давно не общаюсь и не дружу. И слава богу, потому что если мы сейчас где-то случайно встретимся, я пойму прекрасно то, что нам просто не о чем будет даже с ними поговорить. Четвертый пример, когда дружба дружбой, а деньги вроси. Прежде чем я расскажу тебе пару случаев из жизни, своих, хотя случаев много. Если ты еще не слышал, я хочу тебе рассказать грандиозную новость, что я перехожу на новый канал. Теперь я наконец-то создал новый YouTube канал, на котором, кстати, прямо сейчас, когда ты смотришь это видео, вышло очень интересное и полезное видео на тему, где найти друзей нормальных, хороших и как. И где найти правильное здоровое окружение, которое будет тебе помогать развиваться. Там эта же тема раскрыта намного более философски и с прикладными вещами. Ты узнаешь, кто такие по-настоящему одинокие люди. Как понять, каких друзей ты хочешь себе найти? Как самому соответствовать этим людям? Почему те люди, с которыми ты хочешь дружить и ищешь с ними общение, они не хотят с тобой дружить и общаться, и игнорируют тебя? Чем измеряется уровень дружбы? Как и из чего рождается дружба? Все это там, по ссылке здесь внизу на моем новом канале. Опять же, я уже говорил, что там будут выходить видео три раза в неделю. Я уже снял контент на несколько месяцев вперед. Это будут очень крутые, очень полезные, очень качественные видео со всех точек зрения. Тебе нужно перейти туда. Если тебе интересно мое творчество, обязательно подпишись, поставь там лайк, колокольчик, все вот эти штуки. Обязательно пиши комментарии для того, чтобы с помощью твоей активности больше мужчин узнало о том, что есть такие полезные видео. А в самое ближайшее время на этом новом канале выйдут видео первое свидание с девушкой, топ-12 ошибок, как вернуть девушку, при каких условиях возврат вообще возможен, как принять своих родителей, как узнать, что девушка думает о тебе на самом деле, и почему нельзя ругаться матом в семье. Еще очень-очень много видео. То есть, как видишь, там будут видосы не только связанные с женщинами, а я постараюсь передать те ценности, то мировоззрение, которое сейчас есть у меня и у моих коллег из моего проекта. И для тебя это будет однозначно полезно и интересно. Так что обязательно переходи туда сразу, как только досмотришь этот видос. Вернемся к теме денег. Значит, у меня был такой опыт. Примеры у меня в проекте. Когда-то появились два человека, давно это было. Одному из которых я дал работу. Я попросил его обзванивать клиентов с целью продавать им мои курсы. И как-то получилось так, что мы увиделись с ними вдвоем. То есть, там было несколько человек нас. И когда друг этого товарища сказал, слушай, я вот слышал, что ты собираешься обзванивать. У меня сейчас как раз тугая ситуация с деньгами тяжелая. Я как раз сказал его другу, говорю, слушай, кстати, ты тоже можешь взять у него часть клиентов, половину этой базы и, пожалуйста, звоните вместе. Я буду только за. То есть, я это разрешил, я это предложил. На что вот этот товарищ, которому я дал обзванивать базу клиентов, сказал, нет, нет, что ты, это мои клиенты, это мои деньги, ни в коем случае. Несмотря на то, что его вот этот вот друг, товарищ, четко в тот момент был в не очень хорошем финансовом положении, несмотря на то, что я сам сказал, что он тоже будет обзванивать, вот этот вот так называемый друг своего друга сказал, что нет, причем если это деньги и бизнес, это как бы врозь, а дружба дружбой. Вот, то есть, они называли себя друзьями эти люди. Насколько я сейчас знаю, что они оба по отдельности хорошие парни, но вместе у них дружба не получилась. Они сейчас, насколько я знаю, не общаются и, в принципе, правильно делают. То есть, если твой друг ставит деньги выше тебя или свои какие-то меркантильные финансовые интересы, все, с этим человеком надо заканчивать. Не надо давать ему никаких последних шансов и надежд. Пятый пример, когда твой друг самоутверждается за счет тебя перед другими людьми. В частности, я часто видел такое перед женщинами. Ну, например, это такой собирательный образ, но таких случаев я видел очень много, когда два парня знакомятся с девушками где-то в парке, может быть, и один начинает с этими девушками общаться, а второй стоит и начинает перед девушками этого своего товарища и друга высмеивать. Да вы не обращайте внимания, девчонки, Серега у нас такой ха-ха-ха, у него с чувством юмора проблемы ха-ха-ха. То есть, этот дебил решил возвыситься в глазах женщины тем способом, что он стоит и обсирает своего друга. Друга. А причем самое интересное, допустим, когда их обоих слили, девчонки, и правильно сделали. И того, и другого, и правильно. Они пошли дальше и продолжили что-то там хихихать над этим, когда этот же, который его сейчас только что унижал, сказал, а, ну ты лошара, вот ты ей такую фигню зарядил. И этот идет и думает, ну, нормально все. Как бы они идут и продолжают разговаривать друг с другом. По сути, смертельно опасного здесь ничего нет. Просто глупая ситуация, что человек, которого ты считаешь своим другом, он выставляет тебя посмешище, чем в глазах женщин. Но, как только будет ситуация более серьезная, не связанная с женщинами, не удивляйся, что ты будешь первым, через кого перешагнет твой так называемый друг. В завершении хочется сказать, что друг, он как жена, он должен быть верным в любой ситуации, какая бы ситуация ни была. А прямо сейчас переходи на мой новый канал, здесь по ссылке, начинается новая эра в нашем с тобой общении. Подписывайся, ставь лайк, пиши комментарий, максимум активности, подписывай своих друзей, если, конечно же, они у тебя есть. И там ты сейчас сможешь увидеть видео, как найти друзей и правильное окружение. Увидимся там. Это был Шамшурин. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok